Поехали! 10 секунд в остатке. Радиант Тим Бэйн. 10 секунд в остатке. Ладно, банится Даззл. Ох, этот респект бан против Роксов Даззл. Ладно, первый пик за Роксами. Кого заберет Габлак? 10 секунд в остатке. 5 секунд в остатке. И... Первый пик Фурион. Радиант Тим Бэйн. Ох, эти Фурионы. Ну что ж, заберут ли Нави Инчу? 10 секунд в остатке. 5 секунд в остатке. Посмотреть профиль команды. Резерв Тим Бэйн. Ох. У меня хвоста нет. Это не хвост. Я не знаю кто это. Стэн Дэн. Энча. Радиант Тим Пик. Энча для Пупеюшки. И Луна. Луна. Даешь в каждой игре Луну. Я, кажется, уже догадываюсь, что... Кого в следующем будут фиксить в новом патче? Луну Инвокера. Кого еще? Аппарата. Ладно. Это все мысли, догадки. Чем ответят Роксы? Энча Луна. 10 секунд в остатке. У Нави. 5 секунд в остатке. Ремейн. Чт. Что вы фиксить Инвокера? Зачем фиксить Инвокера? Чтоб его так не пикали. Вот такая логика. Виномансер. Радиант Тим Бэн. Виномансер. От Роксов. Поехали по банам. Шторм. 10 секунд в остатке. Роксы очень боятся Дэнди. Это видно по банам реально. Банится Бристлбэк. Ну не знаю. Ставьте ему хоть кого-то. Ладно. Еще боятся Тимбера. Ну я думаю. Фаннику возьмут какого-нибудь Никса. Или БХа. Радиант Тим Пэк. Ладно. Сейчас увидим. 10 секунд в остатке. 5 секунд в остатке. Винча Луна. Лесник. И Луна. Не буду пока что-то предполагать. Просто давайте подождем. Пики. Пока что плясать не отчего. Ну то есть у Роксов более-менее может опушить. То есть Фуриона Тренты. Веник Змейки. Но пока что на этом все. Вот он. Никс Ассасин для Фаника. Этот некий такой замаскированный Тайт Хантер в руках Фаника. 10 секунд в остатке. 10 секунд в остатке. Против Сновей брали пуш в страту. Ребята легко откатали. Аппарат. Радиант Тим Пэк. Ну вот это уже интересней. Вот это уже реально интересней. С чем того что. Там будет нового Виномансера. Ульт Фуриона. И ульт Аппарата. Это будет пипец как больно. То есть связка. Если залетит. Будет весело. 5 секунд в остатке. Причем. Вроде как и паралям неплохо получается. То есть Фура. Хардлайнер. Виномансер с аппаратом. Саппорты. Остается Роксам взять Мидера. И какого-то Керри. А просто только кого в Керри возьмут Роксы. Ну тут Гирокоптер неплохо зайдет. Реально неплохо зайдет Гирокоптер. Ну что-то мне подсказывает. Что Роксы заберут Лайси Тилера. Не забываем о том что. Нави играет со Стендином. То есть. Хвоста нет. Возможно. Даже. Фаник будет. На Керри. Все возможно. Это Нави. Ооо. Винга. Ну. Бэт. У Нави есть два Стана. Есть Бим. Моноберн. И Инча. За парком То есть там может быть и сетка И клэп, и ветра И все что угодно Вполне возможно, что он Не знаю, купея на первых минутах даже Гарпия Будет спамить В миде Что же увижу мы Увидим ли мы Эту рожеволосую бестию в миде От Дэнди Лайфстиллер С каким стендином Я сейчас смотрю Они ждут хвоста Он сейчас будет играть Так, видите Вот, нет хвоста Тут Вик играет Лайфстиллер Банится Дестройер от Нали Кого же забанят Роксы Кого могут взять Дэнди Тут Дэнди Осталось-то Не знаю Реально Верку Что здесь Поисковая Для отцепления Резервы Резервы К лапам Резервы К лапам Вернди Четыре из пяти банов против Дэнди Ну что, вэрочка Разор Ну Навряд ли Дэнди будут на Разоре катать Вайпер Дэнди на вайпере Наверное, я больше склоняюсь к вэрке Вивер Вот такой вот поворот Виверочек Жучара Для Дэнди Мона Ну так вот Хотя 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 Ну пойдет ли он на вивер Может Дэнди куда дадут сейчас луну Да, совсем про Темпларку забыли Ладно НС 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 Почему НС Ну в принципе у Нави все худенькие Реально все худенькие Да, фаник будет на луне Угу Стендина отправили на Никса Я думаю, расчет на то, что просто Буанар должен Но в первую ночь Навряд ли он отгангает на 5 баллов Что? Что? Что происходит? Все? Это Такой обряд? Это жертвоприношение? Хитрый, ага Задобрили бога доты Ладно, поехали Так, смотрите Пупея-то уже неплохо Она получала на самом деле Ну, под хилочкой Неплохо получает уже Роксы И скорее всего Йоу отдает Сверсблат Можно еще гнаться дальше За габлаком Еще один станчик Нету пока что Бима у Фаника Но дело у Фаника сейчас подстопит Тупо габлака Чтобы его забрали Пупея вместе с Куроки И минус габлак 2.0 В пользу Нави Плохой обряд Все, что я могу сказать Да, это весело Ну так, ребят Ну все, давайте Давайте там Без 3.2.2 И так далее Подождите, подождите Не спешите Давайте посмотрим Как-то соло Сейчас накидают Так Врывается пупей Нет На этом все Была хилочка Было замедло На этом все Посмотрим Что выформит БЗЗ Так Седой Чуть не схлопотал Пару плюх Блин Тут 2 ауры Больно будет На самом деле Соло может Перевернуть игру Если Хорошо отгангает Сами знаете Как бы Анар Первую ночь Я думаю Нави тоже Не пальцем деланный Так что Знают Что в первую ночь Надо будет Просто загруппироваться Особо не высовываться И просто ждать Ждать Прихода Буанара Допустим Придя к тому же Нексун Там Виндетка Все Девас Импел Можно будет Как-то Засейвиться Так Тут походу Седой Встрял Так Тут уже Габлак Рядышком Медведь Адский Танкует Пошли Пошли за вышку Врыв на седого Станк Лэп Делает СТП Прилетает Виномансер Скидывает Гелюк Перепроблемы Хил Есть Манна на хил Можно хиляться Надо мансить Мансить Кент Станк Ой Колдфит Тут габлак Застрял На него врывается Просто Фаник Забирает его Бимом У Фаника Проблемы Его забирает Йоу 4-3 в итоге Кстати 4-3 Врывается Седой СТП И может Подбрить Йоуа Шучу Так вот 4-3 4-3 У БЗЗ 13 на 11 Ох У меня крипстат Криво стоит Соло 4-й левел Есть банка Есть ботинок Ну вот Будет у него Пятый К первой ночи Мне вот интересно Будет ли Алексей гангать В первую ночь Или же Будет дожидаться Второй Потому что Гангать во вторую ночью Удобней Но Тяжелей Удобней Но тяжелей Но одновременно То есть У тебя уже есть Четвертый Воид У тебя там Есть пассивка У тебя уже есть Сайленс В первую ночь У тебя нет Практически ничего У тебя есть Пассивка на один То есть У тебя не такой большой МС У тебя есть По твоему усмотрению Тут уже Не будет Походу Сайленс Никакого Пока что Алексей фармит Просто войдом Просто войдом Фармит Как дела У Вика Вика ботинок Четвертый Учитель Более-менее Так нашли 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 Ничего не нашли Просто Сол скинул Воид по Дэнди Ну Дэнди Бота у стики Тангус Тангус Ему Достаточно Нашли Йола Нашли Йола Пошел Бим У Фанника Уже есть ПТ Он сейчас может Его просто С руки убить Пошел Еле Еще Тычечку Тычечку 15 хп Так На помощь Уже мчится Соло Скидывает Воид Фаннику Ловит Стан Ловит Бим Проблема Пошел Колдфит Врывается Седой С тыла Соло Просто-просто Уходит Он сейчас Откидаться Откидаться Нечем Приходит Дэнди Проблемы Разбирают Куроки Врыв За Соло Догонит Либо Дэнди Должен догонять Если что Еще есть фарм Да Минус Соло И 6-5 Неужели Нужели Габлак Отъехать Дэнди Погонится Погонится Ох Спруты От души От Тыж Три Два Два Назад 6-5 6-5 Габлак Живет Но Абазаза Пока Фармит Пятый Левел Пятый Левел Дэнди Уже С таймлапом Уже Особо Не цепоняш Если только Убивать За какой-нибудь Шайлендж Я не думаю Что Получится Убить Вивера За 1 Сайлендж Одному Буанару Ну если только Хорошенько Подхарасит Опять же Дэнди Тоже Не пальцем Где он Есть 10 стиков В случае Убили Никса Убили Никса Пришел Габлак И спокойненько Забрали Никса 6-6 6-6 Четвертый Левел Ёл Есть Сентря Есть Ботинок И Врыв На Соло Можно Попробовать Плотненько Ой Сентря Не видит Не видит Просто Ногой Ногой Просто Ногой Даже Ух Как хорошо Встал Не видит Стан Ёл Минус Броня Ой Ёл Соло Слишком Плотный Все таки Была Слишком Плотный Персонаж Еще и 5 Стиков Было Но Можно Было Попробовать Порваться На Ёл И так Пошел Пуш Приходит Пупей А Где Его Тролль Нет Тролля Просто Были Скелетончики Тролль Походу Сдох Как дела У Фаника У Фаника ПТ Базилька И вот он Вот он Вот он Врывается Соло Правда Первая ночь Уже сейчас Закончится Врыв на Фаника Пошел Первый вольт Пошел ТП И нечем Сбить Нечем Сбить ТП Реально Сбить А кто Может Сбить ТП Сбить ТП Может Только НС И только Вайдом Я даже Думаю Под Колдфитом Можно Успеть Сделать ТП А вот Поймали Соло Стан Кен Не успевает Кен Прокинулся Соло Есть Шанс Есть 8 Стиков Есть Еще Пару Глотков Ботл Должен Выживать Стики Жив Цел Орел Хорош Хорош Да Вот То Что ТП Сбить Некем Это Конечно Проблематично Ну То есть Если Тебя На тебя Врывается На Сталки Это Просто Девушка Паут И все Прижать Особо Не стоит Да Тут Конечно Неплохо Заходит Сварм Плюс Крик Винги Очень Сильно Просаживаешься По Броне Так Габлак Шестой Ночь Кончилась Алексей Ботинок Ботл На этом Пока Что Все Мне кажется Алексей Сейчас Стрянет Есть Ульта У Алексея Нет Ульты У Алексея Пошло Замедло Бим Есть Еще Эклипс Первый Эмпетус Второй Эмпетус Может Идти Дальше Еще Один Бим Ай Не успевает Фаник Надо Уже Отходить Ульт Аппарата Пошел Ой Такой Фейл Рассыпается Фаник Рассыпается Пупей И еще Туже Вход За Команды Рокскиз На Туда Сюда Раскайтили Ребят Ладно Как Дело У Дэнди У Дэнди Есть ПТ Есть Боттл Сорок Семь Крипов Топ Два Крип Стат Рокси Пушат Рокси Пушат Я понимаю Замакшенные Змейки Практически Да На Три Змейки Вывки Остав Сло ХП Инфест Врыв На Куроке Сейчас Рейдж Кончится И у БЗ Могут Проблемы Хорошо Нет Шестого Лэла Нету Свапа Прошел Бим Стан У БЗ Проблемы Тут Еще Импейл От Свика И Минус БЗЗ Да Слишком Лагло И даже Вышку Не смогли Забать Рокси Еще Становится 8 8 Дэнди Врывается Это Минус Седой Уже 100% Сейчас Виндетра Раскрывается Вик Да Минус Седой И Минус 3 От Нави Минус 3 От Нави Вышку Правда Не заберут Слишком На Фуловое Как Делал Пупе ПТ ПТ Более Менее Давайте посмотрим Нетворс 4200 Убз Так Сова Нашел Пупе Но Не стоит Врваться Нынчу В Одного Делать Неблагодарное Ульт Куда Полетел На Фаник Ульт Полетел Врывается Седой Пошли Тренты Полетает Еще Ульта Но Это Минус Фаник Это Минус Фаник Без Вариантов Как мне нравится Когда Луна Говорит Нового Нового Без З Медас 54 крипа Медас 4500 Но наравне С Дендиком Фармит Сравнить Денди Из Соло 4400 2900 Если сравнить Медлайнер И Сравнивать Керри То Плайфстиллер И Луна Разница В 1000 Пока что Обратим Включим Крипстат Тем Временем Я слышал Войт Просто Не Вот Просто 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 Так Вкрипов У Буанар Есть Мини баш Ты Поехавший Мини баш Мини баш Это как У него есть Микро баш От вайда Это все Первый скил Ну И Вот Первым скиллом Буанар И может Сбить ТП Все Плайфстиллер Нечем Фурион Тоже Годомайсеру Тоже Вот Колдфит И Воид Все Чем Можно Сбить ТП Можно Сбить ТП Ты Говоришь Нельзя Снуп Я Скажу Что Буанар Ты Единственный Персонаж Который Может Сбить Здесь ТП Слушай Пожалуйста Повнимательней Итак Реализация Инфеста Реализация Инфеста Раксы Готова К драке Так Нашли Кого Нашли Фаника Фаника Проблема Пошел Возь Сразу ТП Прилетает Дэнди БЗЗ Вылезает Зря Кстати Вылез Мог бы Еще дальше Побегать Прилетает Ульта Аппарата Но Фаник Выживает Забирают Сатиры Рядышком Вик Может поймать Двоих На МПЛ Нет Поймать Нет Никого Не поймал На МПЛ На погоне Продолжается Что ж Есть 6-й ловол Винги Нету Нету Слопа Никак 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 не поймать Зато Немножко Выгнали Времени Парням Чтобы Подхарасить Рядинтауэр Вмеди Сами ушли Инфест 40 секунд КД Как там Дела У Седова Фэйзимидас 60 крипов Более-менее У Нави Осталась Одна вышка Одна тир-1 Вышка У Роксов Пока что Все вышки Целы То есть Ну Тут У тир-1 150 хп Но она Стоит Она Стоит Она Еще Не упала Она Еще Не отдала Свою Голду Я думаю Нави Должны Сейчас Ее Забирать Продвить Три Змейки На Деф Кураж У Йола Йол На Кураже Так Врывается Соло Скидывает Войд Ну Все Эх Не подбрить Вышку А хочется Околется Алексей Войды Раскидывает Налево И направо Просто Захарасить Решил Ребята Просто Врываются Под вышку Пошел ТП Пошел Глиф Пошел Глиф Ух Как Алексей Это Пошел Плохо Райся Бзз Минус Фаник Есть еще инфест Надо юзать Да Вкрип Залез Влазит Минус Пупей Драка Продолжается Вик Виндетта Отличный МП Но правда Должен сейчас Прощаться За это С жизнью Врывается Соло Уже Отхилился Сурны Есть еще Один Войт Проблема Должна У Винги Минус Винга И Дэнди Получает Сайленс Сайленс Соло Выжил Минус Пять Таймлап Хорош Не успели Минус Четыре Ну что ж Четыре В ноль Четыре В ноль От Рокскиз Достойно Уважение На самом Дели Минус Тирадин Таймлап Не На самом Дель Нот Б Очень Даже То есть Чуть Что Сразу Ну видите Тут Немножко Фаник Сфейлил С Эклипсом Он Проюзал Неплохо Конечно Подхарасил Соло Но тут Просто Ушел В кусты И все Оставший Себ Эклипс Ушел Просто В молоко В крипов Ворвался Безе Но он Ворвался Под рейджем Ему как-то Был Я О Неплохо Нагрыз Кстати Вот Еще бы Чуть И умер Вовремя Успел Произвать Инфест Фаник Фаник Десятый Левел У него Есть ПТ У него Есть Огр Клаб Смотрим На Лайфстиллер Лайфстиллер Одиннадцатый Левел Помимо Фейзо Фармлета И Мидаса У него Есть Еще 1200 На Кармане Кстати У Фаника Тоже 1200 Так Закончилась Очередная Ночь У Ёла Тем временем Появляется Пойнт Бустер Седой С Шадо Амулетом То есть Если Седой Дофармит Вот Эти Хенджетов Должен Спокойно Забирать Себе Лотар Дэнди Подфармивает Потихонечку БКБ Ну Почему-то Кажется Что Дэнди На ВР Тут Бы Получше Исполнил Не знаю Вот Кажется Так Может Казаться Все Что Угодно Так Ну и Пока Затишье Затишье Перед Бурей Посмотрим Посмотрим Что БЗЗ Успеет Выформить За Это Затишье И Что Предпримут Нави Но Нави Надо Забрать Пару Вышек Хотя Попробовать Стоит Тир Дэнди Тауэр В топе Стоит Тир Дэнди Тауэр В боте Так Пролетает Тут Аппарат Так Профилактически Ничего Особенного Седой С БЗЗ Готово Ворваться Только На Кого Где Есть Вижен Вижен Есть На Руне Ну вот Видят Фаника Летят За спину Пошла Ночь И Минус Фаник Включает Эклипс Проблема У Седого Седой Рассыпается Под Эклипсом Но Все-таки Забирают Фаника Кстати Зря Наверное Он Заюзал Shadow Blade Можно Было Просто Пешком Спокойно Подойти К Фанику Во Время Эклипса Юзан И зануть Shadow Blade Тогда Бы Соло Принял Весь Дэмэдж Рейдж Эклипс Не идет Я думаю Соло Протанчивал Реально Протанчивал То есть 1400 хп Это нормальная Такая цифра С чем Того Что у Луны А нет Уже Был Второй Эклипс Я думаю Он себе Еще Десятый Нет Одиннадцатый Так Восемнадцати Минут Игры Позади Давайте Посмотрим На Нет Ворс 9300 У БЗЗ 7400 У Дэнди У Седова 7300 Даже Уже Слегка Перефармил Дэндимона Фаник 5400 5100 Баланар Соло И Графики Графики Полное преимущество За Роксами Причем По Галде Даже Больше Чем По Икспем Не на много Конечно Но она Есть И Минус Рошан Слушайте Роксы Могут Вытащить Эту игру Они Прискли Делают Все правильно Пока Не ошибаются Все у них Хорошо Габлак Поинт Бустер Огр Клаб До БКБ Еще О До БКБ Догоним Еще 1200 И сейчас бы Рокса Не помешала Кому-нибудь Еще гонгануть То есть Инфест Уже откатился Фуру Уже готов Ну Полетел Седой Полетел Дэфи Топ Ну Пока Броди Никто Не палится Палится Денди Ну Денди Цепануть Сложновато Так Зачем В принципе, на разворот, попробовать кого-нибудь погрызть. Но сейчас, скорее всего, получится в Виндетты. И еще в Карапасы. Ну, хотя бы Сидой успел улететь. Потерять Керри тоже не очень приятно. Да, есть Башер. Хотя бы есть что-то еще, чтобы сбивать ТП, кроме Вайда Буанара. Быстренько, быстренько, ребята, прибежали на помощь. И забрали. Так, Роксы начинает аркадничать. Роксы начинает аркадничать, это не очень хорошо. Опять подставляется соло. Ульт от Габлака, отличная ульт, по-троим прилетает ульта Фуриона. Врывается свап от пугны, врывается ее, он скидывает ульт, но это еще Сидой должен, в принципе, разбирать всех оставшихся. Дэнди просто делает ТП-АУД. Ну, качельки, размены в одну, в другую сторону. Убивает, конечно, суппортов, там, лесника, это, конечно, хорошо. На луну-то с вивером живы, и они фармят. Как ни крути. Слап от пугны, я сказал, слап от пугны. Заговаривайся, слап от венге. Извините, ребят. Так, у Фанника есть БКБ, есть ПТ, есть БКБ. 13-17. Аганим появляется у Йола. Это уже поинтереснее. И 3-200 у Седого. Как дела у Лайфстилера? Ну, не знаю, фармить чужих, эншентов, соло, это очень нагло. Это слишком нагло. Я понимаю, тут вард стоит, там, все дела, но, блин, не стоит так, вот так вот. Причем, даже... Да, да, вард-то не стоял. Палево. Байт на вард. Где можно так вот даже байтить. То есть приходит саппорт, его быстренько там зацепляют и минусуют. Как там дела у Буанара? У Буанара есть клака. Все, не БКБ, ничего особенного у него нет. Седой, ультиматорб, 1900 на кармане. Полторашечка осталось до Хигса. Вот с Хигсом можно будет врываться там и на Фанико, и на Денди, и так далее. Яша. Ну вот начинают, начинают появляться артефакты достойные, нужные для файта. То есть будет Монта Стайл, следом там Сатаник и так далее, и так далее, и так далее. Так, чтобы просто Фаник начал на клике убивать Роксов. Наверное, вовремя включить БКБ. Очередное затишье. Никаких гангов, никаких смоков. Ребята фармят. Ребята фармят. Вот мы статистика топ-фармеров. 11500 у БЗЗ, 11300 у Седого. Так, что это за бой? А, это Алексей. Так, ну что ж, есть два нужных аганима Роксам. Это аганим Виномастер, это аганим аппарата. Эти два аганима могут очень хорошо зарешать. Ну тут видите, тут уже есть два БКБ. У Луны и у Вивера. Все, отойти. Так, а вот и Смолк. Наконец-то Нави решаются попробовать забрить пару вышек. Туда же и перетягиваются Роксы. Так, ну что, ждем файт. Саша. Так, БЗЗ нагло. Слишком нагло. Такой фейл. Так, на развороте. Стаси на 5 наглее. Часто учить их клипсом. У нее есть инфес. Залезет в кому-нибудь. Так, пошел Эклипс. БКБ на развороте. Нави пытаюсь сдраться, пытаюсь ульт. Весь фокус в Вингу. Вылазит БЗЗ. Начинает наковыривать Фанника. Пытаться сделать и паунтбак. Минус 3. Минус 3. Погоня идет дальше. Тут один Дэнди. Осталось все. Но у Дэнди еще не провездая БКБ. Так что его ловить бессмысленно. Но зато Роксы забирают Тирдва Тауэрдом. Там топе. Прилетает Дезолятор. Дезолятор. Так, купей. Ну что... Что за... Еще одна педаль. Не будет enough of you left to bury. Радианс Ботом Тауэррис под атаком. Какой-то странный мув от Тупея был. Очень странный. Парень просто в наглую пошел на пятерых. Радианс Ботом Тауэрис под атаком. И на Ави теряют Тирдва Тауэр. Остается только вышка в миде и вышка на боте. Причем вышки на боте 500 хп. Абуз Блейд появляется у БЗЗ. Хекс у Седова. Но Хекс вроде уже был. Есть Алибарда. Уууууу. Да, у Ави проблемы. Причем серьезные проблемы. И Рошан. Буквально через минуту будет Рошан. купе без аганима куроки как настоящий суппорт у него ботиночек барсерок тут варды затаренный на максимум есть урна дэнди вот прилетел дезолятор но уже после драки так что может следующий драки он зарешает фаник 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 с слишком слишком мало артов то есть ну посмотрите на то же лайстиллер да тут просто обуз блэйд армалет карается тут все то есть нет если здесь был бы хотя бы доминатор монтостайл да можно было бы как-то наравне там драться пока не пока никак так и я так понимаю раксы забирает очередного рошана я думаю navi попробует им помешать вот они уже выехали сладко стоят но в облаку бы отойти наверно так соло сразу ультанул заходят navi есть eclipse пошел свар но уже оега забрана так врывается бзз накидывает обувь это паника минус век и просто сгрызает пупея минус 3 дэнди ты пытается под бкб разобращать оба ёлла и надо просто делать тапаут не успеет ли бзз проскочить сам кекс гем ул минус 5 четырнадцать двадцать шесть и скорее всего это гэгэ гэгэ рейдинс мил талар сандра так это наверно сейчас у фан боев пригорает ну вот вот в чате как уже летят я богат и так далее да раксов кажется здесь уже не остановить рейдинс мил талар сандра чак габлок просто за двумя гемами так последний тир 2 товар и не спорим ванну на венере так не забывайте нами могут что-нибудь такое придумать что просто развернут игру но на самом деле очень тяжело это сейчас будет сделать даже по тем самым графиком все это прекрасно видно 15000 преимущество такое очень тяжело вытащить то есть должно случиться какой чудо не знаю раксы должны начать там по одному отдаваться где-то там на протяжении там 15-20 минут слиться там в двух драках на хай граунде ну реально у новей еще не все потеряно то есть нами могут могут но очень сложный сейчас будет ну вот это не очень грамотный мув вдвоем так мы скорее всего могут честно идти пупея а вот и пупея пока пупея так рядышком уже век он вендетти придает ультаппарату но уже слишком поздно есть гем где 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 есть гем у ела же гем да да видимо не попал в радиус не засветил века я так понимаю можно заходить на хг в принципе но его есть все есть у база за 5 500 можно ребра купить райт кликом если не ошибаюсь на 5200 стоит ребрышки ну вот опять база за наглеет но слишком он нагло себе ведет он один на лайне то есть там не а понятное дело что если у него ворвут с каким там слаб он двоих сгрызет но все равно он сольется у него еле стоит ли отдавать так вот а вот вот кираса вот и кираса ребята толкают помиду замчится сейчас будет заход на рашку на хай граунд сюда и прилетит у седого еще дизолятором скоро все закончится последний раз на расходе над ворвс 19 200 ул база за 17 911 да слишком большой перри фарм уроксов ну не знаю поставить выкупы выкупы есть только у фаника так ой по троим как хорошо залетел база забрывается пошел речь пока бы уходит фаник сын забирают вышку быстренько спускаются с хайграунда еще не не потеряна егиз так что можно еще еще разочек с крипами зайти стасянку то шоу медас проезать ну как же не произвести медас вот бы еще не знаю ну как нибудь там в инфестисе дым в спину залететь как нибудь ух пупей 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 подстрел подводится на бараки падают бараки падают свап соло стан пошел и клипс бзз просто в рейдже наковыривает дэнди не проканал станк бзз скидывает абуз блейд на фаник и не может убить последняя тычка минус фаник теряет аегу ребята время в это время стосят бараки у ёлла готова ульта мпл отлично мпл второй стан пошел пошла нова бзз инфест вылазит ну в это время нами уже рассыпались это гг ну вот все таки работает жертвоприношение то ребят работает обряд сработал а вы все 3223 22 гг в плейд рок скис كل хвост у кетка как не вы мы у